Это Гриша Корнеев, чемпион России по фрирайду. Сегодня я прыгну за ним самый страшный прыжок в своей жизни, сниму лучшие кадры за сезон, а в конце дня мы вместе будем выживать в курумах. Физкуль привет, туристы! Я долго не решался сделать это видео, ведь скит-тур — это кое-что для избранных, нечто секретное, что нельзя разбрасывать навозной лопатой. Но, может быть, вы и есть те самые избранные. Аккуратно, если досмотреть это видео до конца, вы можете полюбить скит-тур, и ваша жизнь никогда не будет прежней. В 8.30 на первом кресле подъемника Фристайл мы поднялись на гору Зеленая. Вечером заранее договорились со снегоходчиком, что он забросит нас на крест за 750 рублей с человека. Мы поднялись на Курган, это место, где расположен вот этот крест. Такая самая известная достопримечательность Ширигеша. Курган, высота 1500 метров, и сейчас мы отсюда начнем двигаться на спот за предполагаемым снегом. Коротенький спуск, и пора клеить камуса. Это такие полоски с ворсом, которые позволяют идти в горку на лыжах. Наклеивая камуса, важно помнить несколько моментов. Например, если глубокий снег, и ваши ноги проваливаются без лыж, я обычно не выстегиваю сразу обе лыжи, а делаю это по очереди. Стоя на одной ноге, на одной лыжи, приклеиваю камус на вторую. Второе, на что следует обратить внимание, приклеивание камусов лучше делать в перчатках, потому что если на морозе вы будете периодически снимать перчатки, руки ваши очень быстро остынут, и будут неспособны совершать какие-то мелкие действия пальцами. Здесь для того, чтобы клей не прилипал к клею, есть такая пленочка защитная. Ее мы отдираем. И верхнюю скобу цепляем на носок. Немножко освобождаем клеевую основу. Дальше я стараюсь выровнять камус по центру лыжи, так, чтобы с двух сторон оставались полоски контов. Канты должны обязательно оставаться с двух сторон, потому что если мы пойдем по какой-то твердой, леденистой поверхности, надо, чтобы лыжа цеплялась за нее и не проскальзывала. Кроме камусов у нас еще специальное крепление скитур, которое позволяет ходить словно на беговых лыжах. Короткий переход и время обратно переключаться в режим катания и снимать камуса. Вот как камус отрывается на морозе. Сейчас клей уже переморожен, именно поэтому он так отлетел легко. Но днем будет теплее и клей согреется. Соответственно, просто необходимо наклеивать на вот эту сторону такую пленочку защитную, чтобы клевая снова друг с другом не слипалась. Супер важный момент, о котором следует всегда помнить, это перед спуском перевести ботинки обратно в режим катания, потому что в противном случае, особенно на жестком или каком-то опасном спуске, вас подсадит назад и вы упадете. Помните, как на Эльбрусе при спуске по ледяному ручью мы от волнения забыли переключить ботинки в режим катания? Первый спуск и он весьма перейдут, поэтому спускаемся аккуратно. Но мы еще и не разминались-то, очень жестко. Сейчас спуски могут показаться скучноватыми, но сегодня будут лучшие кадры за весь Шериеш, а может даже и за весь сезон. Здесь похоже больше на могульную трассу, только среди которой есть твердые настоящие камни. Снимешь? Скитур это невероятно кайфовая вещь, но и в то же время опасная. Это маленький поход вдалеке от цивилизации. И нужно подумать о тех вещах, которые вы обычно берете с собой в походы. Например, сушняк на подъеме вас может убить гораздо быстрее, чем мороз или другие факторы в походе. Термоз или газовая горелка. А может быть даже и одно, и другое. Такие прикольные волны. Они как бы говорят нам, что неплохо бы взять еще и перекусы. Карты, компасы, аптечку может заменить вам мобильный телефон с пауэрбанком или другие средства связи. Но спички заменит только зажигал. Фонарик еще из неочевидных вещей. Вдруг прогулка затянется. Конечно, снег очень плохого качества. Очень жесткий. Задутый весь. И наслаждение получаешь в основном визуальное, а не от катания. Вот эта искрящаяся пыль на солнце. Просто виды гор. Вот это основная вещь, которая здесь кайфовая. Но я надеюсь, что все же мы найдем этот снег. Мы взяли с собой комуса, именно чтобы найти снег. Вот посмотрите, крутой участок склона. Он сейчас в тени. И уже там сейчас видно скалы в теневой области. Я так понимаю, что как раз на них Гриша и планирует заехать. Вот, видите, наши скалы. И мы сейчас будем краситься к ним по гребню. Здесь расколбас. Это перемешка заструг и старых следов замерзших. Встречаются камни. Нужно их прям высматривать. Особенно в теневых местах. В теневых местах, не на солнце. Видно их не очень здорово. Нужно постоянно быть внимательным. Вот, например, жесткое место. Жесткое. Перемежается с каким-то пятью метрами относительно пушистого снега. Это, кстати, напоминает спуск до седловины Эльбруса от вершины. Такой же жесткий снег, который перемежается с какими-то кусочками пушистого. Кто смотрел выпуск про Эльбрус, понимает, о чем я говорю. Здесь мы набираем скорость с целью проехать пологую часть максимально. Корочка есть. Присутствует корочка. Я встаю в следы Гриши, чтобы заехать подальше. И вот мы практически сейчас уже подъехали к тому споту, на который целились. Есть одинокие следы. Вот в этом месте снег-то хороший. Прям приятно будет ехать. Но как там в районе скал неизвестно. Сейчас мы туда дойдем и поймем. Смотри, нижняя скала, под ней вообще плоская призема. Верхняя скала, там приземка покруче. Но вот в этой ямке может быть жестко, потому что, ну, знаешь, вода стекает со скалы, она как раз влажбину. Там может быть жестко. Вот идеально, мне кажется, с верхней скалы дать на ходах в сторону вон той двойной елки, чуть левее ее держать. Такое получается, как шарнирчик, такое поле. Вот оно, ну, идеально для приземления. Традиционно делаем фоточку с пота на телефон, потому что, когда мы поднимемся наверх, все абсолютно будет другим, и мы уже не сможем сориентироваться. А по фотке можно будет легче срастить направление прыжка. Выходим над дропом, и вот здесь начинает конкретно играть очко. Я вам объясню, почему. Потому что здесь корка, и это не единственный фактор. Во-первых, когда вы выходите сюда, все, отсюда ничего не видно, никаких скал, никаких ориентиров, и все, придется ехать и прыгать по памяти, все вслепую. Можно сказать, прыжок скверы делать. И, конечно, состояние снега. Вот здесь корка, она 20 метров ниже, может быть, уже нормальный снег. Какой он там под скалами? Это все прям заставляет сердечко колотиться. Вот эта шапка, вот она перед нами. Вот эта скала, ее хуже видно, она больше, вон она слева. И на самом деле вот в этом горлышке есть проезд свободный, без прыжка. Ага. Вот. Ориентир, получается, слева от елки, прыжок. Вот. И на него можно зайти, объехав вот этот бугор с левой стороны тоже вот так, чик, и на прыжок. Огромная высота дропа, и вот эта корка заставляет просмотреть нас прыжок с края скалы. Е-мое, как будто и нет никаких скал. Блин, похоже, с отходом будут проблемы. Ага. Все с такой кориадской. Почему, откуда она тут? Здесь, получается, правый спот, который вот мы просмотрели оттуда, он немножко изменился, точнее, жирно изменился. И как мы хотели ориентир брать примерно на ту елку, получается, что это вообще под 45 градусов. Это не очень удобный вылет, на самом деле. И под ним будет такой небольшой кусочек, который бы желательно перелететь, а приземление получится под углом. Ну, короче, тот спот мы пока задвигаем, потому что он сложный, и лучше его рассмотреть снизу. А этот спот, который прямо под нами, он офигенно удобный, потому что приземление достаточно широкое, нужно перелететь самую плоскую часть, которая под нами находится, приземлится вот там куда-то чуть дальше. И для прыжка с этого спота, в принципе, есть какие-то очевидные ориентиры внизу. То есть объясняю, что за ориентиры внизу. В тот момент, когда я подъеду в место, где надо оттолкнуться, у меня вот эта шишка, она закроет перспективу. Мне нужно будет точно понимать, куда у меня направлены лыжи. Для этого я выбираю внизу какую-нибудь очевидную елку, любой очевидный ориентир на самом деле, и целюсь на него. И когда я подъеду к краю, я уже только смогу просто понять, что я правильно сориентировался или расстроиться и защурить глаза. Расскажи про отход. Вот здесь корка, какие-то особенности есть с этим связанные? Про кору, конечно, тоже. На самом деле это тоже повлияло на то, что мы будем прыгать и этот сход, а не тот, потому что тот заход по диагонали и корка может просто подкусить лыжу. Здесь нужно заходить ровно, не делать резких каких-то маневров, поворотов и выходить по прямой. Опять же, для того, чтобы отход был стабильный, потому что кора на вылете это суперстремная штука, нужно прям держать это в голове. не дай бог зацепишься лыжей и ты полетишь просто лицом вниз как бы и зачем. Подскажи, где ты будешь толкаться, где будет отход? Да прям вот по краю. Вот от края. Лыжи доехали до края, а ноги здесь и ты отсюда толкаешься. Грубо, но здесь даже не столько толчок, сколько просто продолжение траектории, просто слив. То есть получается тут можно не толкаться, как бы продолжать ехать вниз и все. Продолжаешь ехать, почему? Потому что угол вылета он примерно сопоставим с углом приземления. У меня по сути на какое-то время пропадает снег под лыжами, да, и потом он снова появляется. Так, а если здесь прыгать, то здесь нужен толчок или нет, или можно продолжать съезжать по-крутому. Если здесь прыгать, например, здесь нужно толкнуться до кустика, потому что если ты поедешь дальше, по прямой, у тебя угол приземления будет более пологим, чем угол вылета твоего. Соответственно, лыжи будут просто втыкаться в призему носками, и это тоже плохо. Соответственно, мы толкаемся здесь чуть раньше, чтобы прилететь на плоскую лыжу. Ну, тут в принципе никаких больше, кроме корки, ограничивающих факторов нету. Бывает такое, часто в Европе встречается, что края задуты, и на этих задутых краях обнажаются такие острые камни, шарки. Вот, и в таких ситуациях мы часто прыгаем за метр до края дропа. Подскажи про выбор скорости. Как вообще выбирать скорость? Вот, понятно, что большинство людей, которые только начинают прыгать дропы, они тупо очкуют. Вот я бы просто встал на край с минимальной скоростью, как говно, как унитаз бы свалился. Но я понимаю, что это не совсем правильно, потому что там снизу плоская часть есть. Абсолютно, да. Но тут как бы должен сработать очки-детектор, то есть ты по мере того, насколько тебе страшно, должен просто регулировать скорее не скорость заезда на дроп, а размер дропа. Если размер дропа тебе внушает страх, не надо на него прыгать, потому что с вероятностью 99% ты полетишь на спину, будешь приземляться на пятки. И это супер отстойно, потому что там почти однозначно какие-нибудь отстегивания лыж, отпружинивание вперед лицом, там как лыжи в косичку, там ноги в косичку. Ну, в общем, не надо это делать. Лучше взять просто дропчик поменьше. Скорости должно хватать для того, чтобы у тебя лыжа по сути одновременно отрывалась от снега, чтобы она не падала сперва носками, а потом пятки догоняли, чтобы тебя и так переворачивало. А как раз чтобы лыжа вылетала с дропа. Ну, независимо от того, толкаешься ты или нет. Если ты едешь медленно, ты толкаешься. Если едешь быстро, можно не толкаться. Еще один способ сделать прыжок безопасней для себя это взять расходного сноубордиста. У нас такой есть Саша Гирник, профессиональный инструктор и участник фрирайд ворбтур. Согласитесь, прыгнул и приземлил он идеально. Но теперь будет наша очередь. И я, признаться, немного волнуюсь. Ты заходишь левее следовую прыгаешь правее или нет? Я захожу или наоборот? Последу и чуть-чуть правее прыгаешь. Чуть-чуть правее, да? Есть справа прыгать? Везде есть. Он по центру ровно привел. Да. Есть, можно и левее него прыгнуть и правее. Я, наверное, чуть-чуть не видел, но, наверное, чуть-чуть. Могу левее. Давай ты левее, я правее. Мы долго обсуждаем этот момент с Гришей. Я должен точно понимать, куда он будет прыгать, чтобы не прыгнуть ему на спину. Вот сейчас подваливает адреналин максимально. Надо его погасить, чтобы он затосит, предостроится только на работу, на прыжок. Это первый прыжок в сезоне. Он достаточно большой для меня. И, конечно, гасим страх. Едем за Гришей. По его следам выбираем. Подбираем скорость. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Где, да? Не снег, тут адреналин. Не-не-не, я вот так вот делаю обычно. Другой путь подмак. О, кайф. Да, да, это кайф. На локальном споте мы поднимаемся пешком с лыжами за спиной. Не скитурим. Так получается немного быстрее, потому что перепад маленький, а под ногами хорошая накатанная тропинка от снегохода. Мы выбираем новые линии, новые дропы. Прыгаем, снимаем это все на видео, наслаждаемся каждым прыжком и каждым поворотом. И думаем, что это лучшие моменты за день. Даже не подозревая, что ждет нас впереди. Фрирайд чертовски опасен, а скитур опаснее вдвойне, потому что это фрирайд где-то далеко от подъемников. Все вы знаете эти истории, когда фрирайдер упал, получил травму и потом друзья его тащат на трассу, чтобы там его подобрали спасатели. Ведь на трассе страховка работает, а на фрирайде обычно нет. Постоянные зрители также знают, что у меня обычно даже не реклама, а рассказ о каких-то полезных сервисах для горнолыжников и сноубордистов. Один из таких сервисов это страховка для фрирайдеров и скитуристов Сейпро Лайф. Эти ребята раньше специализировались на страховке горных походов и альпинизма в России, зарекомендовали себя как работающий сервис и сейчас ворвались в скитуры фрирайд, а организовывают страховку например на таких соревнованиях как фрирайд ворк квалифайер. В описании вы найдете ссылочку и промокод на скидку. А сейчас внезапная трагедия на противоположном сколе. Он сейчас на себя опрокинет. Он чуть не придавил. Прям было супер опасно. Просто снежек в щи. Вообще. Это капец. Снегоходы адски опасны. Я вот на самом деле больше всего этих заездов на снегоходах каких-нибудь очкую. Когда он едет вниз, ну и нафиг. Лучше выйти и спуститься на лыжах. Они едут какие-то детали лежат. Все. Стекло лобовое отвалилось. Руль погнуло. Руль догнутый. Может выверну, может погнуло. Но явно что-то непросто. Ёп моё. Жалко чела. номер эвакуатора. Может на какой-нибудь ёлке тут приклеить. На вертолете. Блин. Вот нам смешно. А реально чела жалко. Не, смотри. Он как что-то пытается сесть. Чё он завёл его, прикинь, завёл, да. Чё, сейчас уедет? Сейчас охерею. Руль куда-то смотрит вообще не в ту сторону. Блин, он так опасно под ним стоит. я вот этого как бы и ждал, чуваки. Главное, чтобы он не загорелся сейчас. Там же бензин. Он не плотная крышка, она начинает вытекать. Один из самых приятных моментов скитура что-нибудь вкусненькое покушать. Прянишки, орешки, смесь, бутербродики. Мы переезжаем на другой спот. Сейчас будет небольшой спуск. Как небольшой, метров 300-400 перепадов. Вполне себе приличный. А потом обратно переход на камусах. У меня у одного такая красота в масле не имеет. У всех, у всех очень красиво. Очень красиво. Вот здесь очень полого и уместнее были бы, честно говоря, беговые лыжи. Можно толкаться. Но зато как красиво. Посмотрите, внизу совсем какая-то мелкая облачность лежит там в долинках. Здесь конечно потоптано снегоходами. но не так чтобы сильно. сделать буквально поворот влево вправо на 50 метров сразу будет девственный снег, девственный лес. Все абсолютно девственное для тех кто любит это дело. Тормози нигде где там будет уместно. Я хочу на палку перевесить и снизу снять вот этот пологий. Мы подъехали к месту, где начинается уже уклон, по которому можно катить. Сейчас вышло солнышко и снег стал такой более скользкий. Это сразу ощущается. Катить можно даже на положнике. Гриш, укажи направление, точки сбора и прочие вещи. Ну вот у нас самый четкий ориентир прямо это гора Утуя. Чтобы не происходило, мы должны находиться всегда левее от нее. Вот прорисовал прямую и мы слева от этой прямой. Это как бы генеральное направление, а там доедем до выполаживания и тормознем. ой как красиво как красиво вот когда мы говорим слово скитур я себе представляю именно такую картинку когда ты приходишь просто пологие какие-то места и между деревьев можешь лавировать какие-то ненапряжные поворотики на мизерных скоростях делать. Именно вся прелесть не векшем не в том что ты вешен навалив о том что ты весь этот кайф собираешь в своем сознании и конечно прыгнуть тоже вот так можно елочку зацепить и такие маленькие короткие шерперские повороты и вы просто не представляете как сейчас лыжи плывут а не именно плывут можно выискивать места кайфовые для плавания конечно давай классный кадр очень кайф так приятно было ехать вообще ты такой расслабляешься полностью как в кино про горные лыжи 70-х годов а он еще такой скользкий снежок класс скользкие поворотики маленькие ну просто бомба достали дрон чтобы поснимать Сашу сноубордиста я уверен что здесь кадры будут чумовейшие вы это и сами сможете посмотреть и пишите в комментариях понравилось вам или нет сноубордиста 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 Ребята, я на секунду замолчал, потому что здесь невероятная красота. Посмотрите, какие поляночки, вот эти тени сейчас, веточки, елки и снежок. Он именно играет серебрица. Это просто супер кайф. Объезжать вот это все лютейшее удовольствие. Можно наблюдать за сноубордистом и рисовать свои линии. Ручеек. Едем, да. Кайф, да? Пуханы какие! Вот это то, ради чего мы ехали. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Ух ты! да ребята вот это кайф вообще ручеек нужно быть аккуратненько мягенькие ножки подушечки да вот это супер это пожалуй пока лучшая неделя что я был лучший спуск в Шерегевске за эти 10 дней просто я не знаю сколько мы будем выбираться это вообще не важно потому что блин это того стоило однозначно это супер Гриш блин и тут посмотрите тут все еще красиво мы сейчас будем идти и будем кайфовать от того что идем пешком тут получается такой уклон градусов 3-5 максимум по которому кажется что можно палочками растолкаться и катиться но если наклеить комуса движение будет значительно быстрее то есть уклоны на комусах будут помогать идти вниз но какие-то залезать подъемчики минимальные и просто делать длинные скользящие шаги на комусах гораздо легче чем просто лыжа ребят обращу внимание что у нас специальные лыжи и даже специальная доска доска разваливается пополам это называется сплитборд крепление переставляется в режим ходьба и на ней тоже можно подниматься вверх это у меня крепление Solomon Shift они появились не так давно и это тоже скитур крепления трансформеры в которых на курорте пока вы катаетесь с канаток они в обычном положении как обычные крепления для горных лыж но если вы переводите их в положение вот так вот волк ну это пешочком дальше застегиваете вот здесь вот ски-стопы застегиваем ски-стопы то получаем лыжу давай-давай застегиваем для ходьбы а покупать горнолыжную снарягу выгоднее всего на весенних распродажах например в магазине Кант по моему промокоду торопейдваски это как название канала проще подписаться чтобы не запоминать он дает дополнительные 5% даже на цены распродажи здесь уже снега очень мало камушки от легкого надавливания открываются здесь нет трех наша цель она слегка выше вот там левее сейчас мы не теряя высоты должны по левому борту идти и потом удобное место для подъема выберем и бахнем к скальничкам по ходу движения пересекаем несколько курунных рек которые на мой взгляд вполне проезжаемые в высокий уровень снега здесь можно выбрать такую кайфовую линию подушек но снега должно быть ну на метр больше мы долгое идем по лесу и казалось бы с легким набором должно всех задалбывать ну что за кайф шляться по лесу тем более в горку вверх на лыжах но нет идешь и впитываешь каждую секунду следы зверей какая-то птичка где-то крикнет настоящий лыжный поход в миниатюре пришли в какую-то огромную просто курунную реку ширина ее метров наверное 200 не меньше называется каменная речка логично логично и нам сейчас ее пересечь потом небольшую вершинку и дальше уже покатим о, сделаю-ка я селфи это ж гоупро ребята обожаю каменные реки обожаю курумник по нему супер классно и летом скакать это для тех у кого хорошая координация с палочками прям лучший фитнес и конечно зимой тоже катать курума эти подушки когда должный уровень снега это такой кайф мы пересекли каменную речку и находимся с необычной стороны от верблюдов это верблюды которые многие видят с вершины горы зеленая в котором ездят на снегоходах на крест потом на вот эти скалы-останцы а мы находимся сейчас внизу от них в противоположной стороне мы пробираемся по курумам и посмотрите какая глубина вот прям целиком палку засовываю и там еще полтора метра остается прикиньте если сюда провалиться просто шок-контент может быть блин сейчас такой свет Гриша включает вторую ступень ускорителя я думаю не последовать ли его примеру очень важная информация для начинающих скитурщиков если вы делаете заключительный спуск и уже точно понимаете что скитурить не будете не надо тяп-ляп собирать камуса мало ли что случится и они вам еще пригодятся сухой камус клеится мокрый не клеится поэтому собираем аккуратно сняли камуса сил уже в этот день не так много а предстоит самый опасный участок спуска большой уклон очень густой лес и все еще продолжающийся курумник я наверное попытаюсь не гнаться за Гришей хотя конечно понимаю что с ним кадр будет красивее надо себя мысленно останавливать знаю я этого Гришу всегда гонки за ним заканчиваются тем что я расстраиваюсь из-за того что забыл одеть на локотник по ходу движения можем забирать немного налево то есть если полянка появляется слева мы поворачиваем налево направо стараемся не поворачивать ну что же у нас заключительный спуск сегодняшнего дня офигенное солнце начинаем ехать чтобы его не продолбать ну а чтобы спуск не стал последним будем ехать аккуратно да включаю камеру спидометр обязательно давайте соточку чтобы сделать хорошие сабнеил поехали так не начинается видимость так себе грица уже начинает терять всегда забирала левее Саша куда-то ушел сильно вниз вот тут вообще узенька прям предельно узенька какие тут курума ребят мы скорее выбираемся я уже уставший еду на пятках гриша гриша высматривает какие-то места для прыжков опа два-два нормально даже крепы сработали как надо но это дерево я не смог перепрыгнуть вот это я захотел прыгнуть и думал что смогу дальше после прыжка на ходах как-нибудь жестко проехать а тут очень высокое дерево оказалось так все не спешим не спешим собрались все давайте за Сашей видите какие ямки тут через дерево ой какая поляна классная поляна с какими-то жуткими бревнами да ладно все бревнами пацаны вывезли а я как бы не совсем последний кусок все кажется закончилось освещение и силы вот скажите это только у меня так что самые сложные участки всегда выпадают на конец дня вот сил уже нету а всегда будет что-то самое сложное непролазное геморройное на моих лыжах с которых я вчера пленочку только содрал поэтому сноубордист шел так мы я посмотрел не провалился ли гриша в преисподнюю что здесь курумах вполне реально и уже за ним о смотрите а я тут выпрыгну в обычный год в конце ноября здесь сантиметров на 50 снега больше и поэтому часть вот этих кустов находится под снегом под лесок не такой густой сейчас же идти на самом деле очень опасно эти ветки постоянно сбивают лыжи и можно каким-то образом так зацепиться повернув потянув ногу это очень неприятно ну кроме этого они еще и портят звук постоянно сбивая уровень микрофона в камере поэтому пробираться приходится на очень маленькой скорости смотрите после гриши ямы опять кусты прикрываю лисо руками наконец кусты закончились начались елочки я высматриваю камушек с которого можно прыгнуть и прыгаю еще один и под ногами шелестят камни подложки минимум тут пенек подложка очень опасная потому что отсутствует и вот сейчас начинается участок который даже опаснее чем дропы в начале видео это курума с малым количеством снега те самые ямы между камней в которые можно провалиться очередные курума перебираться нужно очень аккуратно я слышал тут звон и это были не остальные яйца это были камуса буквально просто прыгаю боком друзья хочу обратить внимание на опасность ситуации наверняка вы в такое тоже попадали конец дня садится солнце а силы на исходе впереди очень сложный участок и самое главное что этот участок опасный здесь важно не ломить сломя голову на вас давит конечно время но делайте все рассудительно именно в рамках оставшихся сил соберите всю волю в кулак поверьте у вас еще куча энергии которая прячется под кожей старого негра просто методично шаг за шагом метр за метром будьте ближе не тупите с одной стороны но с другой стороны не нужно превышать свои возможности рискуя получить травму не нужно что-то сделать типа так из последних сил и умирая а на самом деле лучше конечно не допускать подобных ситуаций четко продумывать тактику дня рассчитывать силы дневное время короче постоянно думайте головой на фрирайде это же фрирайд вам а не шахматы какие где просто там берешь доходишь поворачивать нельзя только прямо только прямо очень опасно вам может показаться что ничего сложного и опасного в этом передвижении нету но поверьте мне я проверял это на своих достаточно опытных друзьях и скорость в подобных местах падает ну я не знаю раз в пять наверное вот какие-то амортизаторы блин это очень стрёмная шняга ой-ой-ой-ой если вы думаете что можно разуться и пойти то глубоко ошибаетесь потому что если разуться то будешь проваливаться между камней заснеженная курума в обычной обуви это просто какой-то кошмар яма между ними невероятно глубокие придется очень медленно ползти постоянно все зондировать палками это реальная проблемка курумах я бы мог вырезать из видео все вот эти ковыряшки в курумах но тогда картина была бы неполная да дропы и красивые спуски это офигенно но и вот этими местами тоже нужно научиться наслаждаться видишь а как кот это все преодолел просто еще набираем скорость ножки упругие залог успешного прохождения подобных участков это выбор линий вам нужно смотреть не прямо перед ногами а на несколько камней вперед выбирать так чтобы линия была максимально ровная с минимальными какими-то перепадами и конечно же ногами постоянно амортизировать так чтобы центр тяжести у вас находился всегда на одной линии спуска а ногами вы постоянно как амортизаторами поддавливали для регулировки скорости у вас остается старый надежный клуб давление палками в разные участки камней и конечно же пампинг это когда вы ногами давите упираясь в кочку или наоборот как бы от нее отталкиваясь вниз и конечно важнейший элемент это не ссать легко сказать трудно сделать но на самом деле бояться не стоит курума это такое место где можно упасть но не разбиться в щи просто на бок прилечь как-то неудобно там застрять некомфортно но жизни вашей точно ничего не угрожает конечно если вы используете шлем защитные шорты защиту спины налокотники наколенники или брейсы в общем все то о чем я обычно рассказываю в своем инстаграме кстати подписаны на него или нет ищите по фамилии Доропей Д или можно просто посмотреть ссылку в описании это капец это просто вот это то что мы называем фрирайд главное тут палкой вообще не обопрешься почти никуда потому что между камней везде дыры смотрите тут следы борьбы и выживания и это вы получаете на закате когда сил уже нету и выживания Просто тут такие следы борьбы, ребят. Вы себе не представляете. Я тем ребятам на сноубордах здесь не завидую. Я и себе здесь не завидую. Смотрите, вот прямо передо мной какие дырения. Как это нахрен проехать? Кажется, я выжил. Бобилифт словно насмешка над нами. И заключительный спуск на сегодня по самой, пожалуй, сложной, но очень красивой трассе. Опиши ее немножко, Гриш. Это спортивный рейсовый участок. Справа могул, трамплины, биггейр и в конце финишные ворота редбул. Наши ориентиры елочка, зайчоночек, да? Зайчоночек, елочка и самое главное супчик в кафе. Хороший ориентир, все. Не потеряемся. Криша подбирает скорость, садится, прыгает, делает 180. И свеча разворачивается обратно, выезжает, проходит ворота. Одни, другие и радуга. Радуга. Да, мы сделали это. Это была крутая линия. И сейчас на воздушном шаре. Подъем обратно. Саш, было круто, спасибо. И спасибо огромное вам, дорогие зрители. Я искренне надеюсь, что вы влюбились в скит-тур и обязательно его попробуйте. Это видео я монтировал больше двух недель, но это все потраченное время ничто по сравнению с тем, какую радость оно должно принести зрителям. Очень надеюсь на вашу помощь в том, что вы будете делиться подобными видосиками, подписываться на канал и вообще всячески распространять добро в этом мире. Увидимся, надеюсь, не только в YouTube, но еще и на горнолыжных склонах. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok